Минобороны Донецкой Республики Кадры, на которых крепкий мужчина с винтовкой в руках осматривает воронку на детской площадке, за считанные минуты облетели весь мир. Чистую английскую речь, да ещё и с лондонским произношением в Мариуполе услышишь нечасто. Может, он исчезнет, может, нет. Вот его страница ВКонтакте. Сам он здесь называет себя Леоном Свомпи. С тех пор, как стал членом украинского Азова, свою личность всячески пытался скрывать. Напарник Свомпи тоже во время атаки на Мариуполь попал в объектив местного телевидения. Стоп, стоп, покажите, покажите, что это? Судя по произношению, человек тоже приехал из Великобритании. Оба бойца в Азов попали через менеджера Майкла. Он набирает и проводит для новичков курс молодого бойца. Я сам профессиональный военный. Я служил в вооружённых силах 6 лет в шведской армии. Снайпером. Ты применял свои навыки, пока был здесь? Да, и гораздо чаще, чем хотелось бы. Почему ты сражаешься в этой войне? Украина большая, но она находится рядом со Швецией. А я здесь, потому что Финляндия находится близко к России, и это пугает. Кэрол, напарник Майкла, родом из Финляндии. Тренировки в батальоне для иностранцев проводят ежедневно. Подъём в 7, пробежка, завтрак, дальше огневые рубежи. Для поддержания духа особая экипировка. На шевронах свастика, на ремнях СС. Этому бойцу недавно исполнилось 21. Меня зовут Лео, я приехал из Швеции. В Киеве в четверг, и уже в пятницу я уезжаю на восток. Честно говоря, я не в курсе, что думают местные жители. Но причина, почему я сюда приехал, это то, что я люблю украинский народ. Это интервью стало последним. Командир Азова обещанную безопасность бойцу так и не обеспечили. Отправляют на родину в сколоченном на скорую руку СДСП гробу. Если говорить об иностранцах в украинской армии, в частности, очень много их было в батальоне Азов, который сейчас преобразован в полк, из Швеции, Прибалтики, Италии, Испании, ещё ряда стран. Грузинский легион. Всего не менее ста грузинских бывших военнослужащих. Дэвид Эриксон в качестве родного города в анкете указал Таллин. На фотографии он на фоне бронемашины, снизу подпись, в аэропорту Мариуполя. Фабиан Мартин в своей социальной сети выложил эту фотографию с комментарием. Французский боец на защите Украины, спокоен перед боем. Корлус Лефрос из Швеции, ещё один член Азова. Адам Маршалл, американец, воевал в Ираке, сейчас активно помогает националистам. Набирают иностранцев в основном через интернет. Мы дозвонились до украинских рекрутеров, представившись гражданами Германии. Меня зовут Том, я из Берлина. Что мне нужно, чтобы вступить в батальон Азов? Когда вы хотите быть в Украине? Когда вы мне скажете. Нет никакой проблемы, чтобы стать членом Азова для иностранцев. Вы должны написать нам письмо, я запишу ваш номер, мы проверим ваш аккаунт в Фейсбуке, документы, и наш инструктор Майк, который отвечает за иностранцев, перезвонит вам. Вооружают иностранных бойцов до зубов. В комплекте гранатометы, автоматы, у каждого по три кармана с патронами. А в Донецком аэропорту ополченцы обнаружили американскую винтовку М-16. В случае потерь украинские командиры делают всё, чтобы опознать иностранцев было невозможно. Есть факты того, что они пытались уничтожить все следы их присутствия, даже те, которые были убиты, если они не могли их забрать, они их сжигали. Киев делает вид, что европейского вмешательства в конфликт нет и не было, но сейчас это признают даже европейские СМИ. Вот фрагмент немецкого телевидения. Есть информация, что были контакты между украинским правительством и правительством Вашингтона, а также о том, что 500 наёмников организации Blackwater уже на Украине. И будет больше. По информации военных экспертов, которые следят за передвижениями в вооружённых силах Украины, в ближайший месяц из Европы на юго-восток Украины хлынет новый поток наёмников. Антон Лядов, Алексей Алексеенко, Александр Коростелёв, Максим Щепилов, Елена Манухова. Вести.